В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Запорожскую область отправился необычный гуманитарный конвой. Людям надо помогать не только в области поддержки моральной и духовной, но и в области пожарной безопасности. В Видном прошел ретро-арт-фестиваль «Опять за партой». Мне все интересно, вот как вошла, и не знаю даже куда мне, куда скорее. И тут хочется, и тут хочется. Юные актеры детского театра «Ключ» показали спектакль «Сказки старой Англии». Феи, духи, сны, гордые создали. Ну уж больно горделивые. Сегодня утром в Запорожскую область отправился необычный гуманитарный конвой. Две пожарные машины и прицеп с газопорошковой установкой. Технику передал местный предприниматель, руководитель частной противопожарной службы Михаил Аникеев. Провожала в дальнюю дорогу пожарных и наша съемочная группа. Последнее приготовление к дальней дороге. Техника не должна подвести ни в пути, ни потом на месте. Но Михаил Аникеев уверен, его машины надежны и свои задачи в Запорожской области будут выполнять так же хорошо, как и здесь, дома. Людям надо помогать не только в области поддержки моральной и духовной, но и в области пожарной безопасности. Мы передаем две пожарные машины и прицеп комбинарного тушения, который был в свое время разработан в 1996 году. И он применяется именно в электрической сфере. Тушат на сегодняшний день больше 10 тысяч киловатт. На сегодняшний день мы прекрасно знаем, что в Запорожье есть атомная электростанция. Я думаю, что она там больше пригодится. Слова Михаилу Петровичу даются нелегко. На Донбассе с сентября прошлого года воюет его сын Борис. И это еще одна причина, почему он не может остаться в стране. Тяжело планируется. Тяжело, но ничего не поделывается. Надо помогать. Все равно победа будет за нами. Связь поддерживает? Обязательно. Созвалились и передаем гуманитарную помощь и помогаем в этой области. Еще одна машина присоединится к эскорту в Калужской области. Помощь эта весомая, говорит Анатолий Гайду, который приехал за пожарной техникой вместе со своими товарищами из Запорожья. Это огромная помощь. Техники не хватает в Запорожской области. Та техника, которая есть, она уже давно выработала свой срок эксплуатации. И, собственно, машины пожарные большого объема очень нужны для обеспечения пожарной безопасности всей области. А в Запорожье, как и на большинстве территории Донбасса, по словам Анатолия Анатольевича, сегодня стабильно напряженная обстановка. Постоянные обстрелы населенных пунктов, диверсии, теракты. Справимся. Эта установка газопорошкового тушения способна заменить 10 больших пожарных машин. От огнетушащих средств углекислота на порядок выше, чем у воды. То есть можно тушить электроустановки под большим напряжением. И вот последние процедуры передачи документов и ключей на технику от благотворительного фонда детства, заместителем председателя которого является Михаил Аникеев. Ездите, тушите, помогайте в области пожарной безопасности, чтобы побольше у вас было сухих рукавов. Спасибо. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Представители порядка 20 городских округов Московской области посетили Видное, чтобы принять участие в ретро-арт-фестивале «Опять за партой». Граждане пожилого возраста, среди них и участники губернаторского проекта «Активное долголетие», вернулись в пору своей пионерской юности. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлии Погасьян. Центральный парк отдыха города Видное превратился в машину времени и на целый день перенес посетителей назад в прошлое. Лет так на 40, когда сегодняшние пенсионеры учились в школе. Наслаждались беззаботной юностью, дружили, влюблялись и мечтали о счастливом будущем. О том времени участники ретро-арт-фестиваля «Снова за партой» вспоминают с придыханием. Здорово все, прекрасно все организовали. Мы вообще очень довольны. Для нас такой праздник, все хорошо. Есть ощущение, что вернулись в молодость? Ой, это точно, как никогда. Я вот давно-давно воспоминания детства у меня. Классно. Прекрасный день, все замечательно, погода супер. И вообще организация на высшем уровне. Как вот такая тематика вам по душе? По душе, конечно. Ностальгия по прошлой жизни, все прекрасно. Идея провести такую стилизованную ретро-встречу принадлежит сотрудникам Центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский». Здесь сегодня представители 19 городских округов Московской области. Всего более 300 человек. Многие из них – участники губернаторского проекта «Активное долголетие». Это первый фестиваль. Хочется, чтобы он прошел достойно, чтобы было интересно всем участникам, которые приехали к нам, которые смогли это сделать. Многие привезли стенгазеты. Это школьное время. Подобрали фотографии школьного времени. Это так здорово. Старт мероприятию был дан на сцене Центрального парка, где с приветственным словом к гостям обратились представители администрации Ленинского городского округа, социальной защиты и руководство парка. Проект губернатора «Активное долголетие» – это история не только о творчестве и возрасте в нашем городе, это сама история города. Мы очень рады, что сегодня вы у нас, в нашем красивом парке. Мы раскрываем свои объятия и свое сердце. Я присоединяюсь ко всем словам. Надеюсь, вам у нас понравится. Вы еще кашу не ели. И хочу сказать следующее. Пионер всегда был пример. А вот отряд активных долгожителей был, есть и будет примером. Почти каждый городской округ подготовил свой мастер-класс. Тематики разные. Изобразительное искусство, кройка и шитье. Но главное одно – это занятие объединяет участников. У нас прошел мастер-класс. Мы и Сергия Упасада привезли домоводство советского периода, когда люди могли прийти на наш мастер-класс и сшить прихватки. Мы показывали, как это делается, при помощи чего оформляется все, каким стежком можно это сделать. И даже те, кто не строчили на машинках, делали своими руками. Удивительная вещь. Люди ушли довольны. Жительница Яхромы Анна Романенко на арт-фестиваль приехала вместе с мужем. Успела посетить несколько мастер-классов и осталась под впечатлением. Все интересно. Вот как вошла. И не знаю даже, куда мне, куда. Скорее, тут хочется, и тут хочется. Я рисовать люблю. И вот уже, смотрите, я сама сделала пилоточку свою. Представляете, на концерте. Очень побыла тоже, очень красиво. Так выступает хорошо. Мне очень здесь нравится. Прям очень здорово. Молодцы. Спасибо за все, за все. Сезон фестивалей только начался. Их в этом году в Московской области будет немало. Поэтому каждый представитель активного долголетия этим летом сможет найти себе занятие по душе. Юлия Погосян, Александр Логинов, Видное ТВ. Представители сообщества видных мастеров украсили деревья в Центральном парке отдыха кружевными разноцветными полотнами. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню вязания на публике. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по вязанию крючком. Профессионалы учили детей и взрослых своими руками создавать интересные изделия из акриловой пряжи. Получившиеся полотна также развесили на деревья. Цветной арт-объект придал парку яркости. Для многих горожан он стал новым местом для летних фотосессий. На сцене историко-культурного центра прошел спектакль под названием «Сказки старой Англии». Юные актеры детского театра «Ключ» и дворца культуры «Видное» перенесли зрителей в загадочный мир кельтских легенд. В основе постановки – рассказы и стихи Редьярда Киплинга. Под звуки шотландской волынки главный герой Пэк с волшебных холмов рассказывает девочке Уни и мальчику Дану загадочные истории о людях и событиях далекого прошлого. Живет сказочный персонаж в Англии с незапамятных времен и никуда не уйдет, пока растут дуб, терновник и ясень. Феи, духи лесные, гордые создания, но уж больно горделивые, разодорил их упряска смертного, их маленькие ручки и ножки сами впустили шумный пляс вокруг портного. Герои сказки рассказали истории о феях и эльфах, о волшебниках и колдовстве, о простых людях, но главное в этой истории – доброта и сострадание, терпение и дружба, качества, обладающие самой великой силой. Водка по воле он в дальний путь уйдет, все умеет добрый малыш, все помет, все умеет добрый малыш, шапку и кафток. Спектакль в репертуаре ЦАТР уже более 10 лет и на протяжении всего времени очаровывает зрителей разных возрастов. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.